Всем привет, друзья! С вами ваша Соколик. Наконец-то я собралась силами и записываю это видео. Это, наверное, уже дубль пятый моего приветствия. Но, в общем-то, я хочу всё красиво сделать, поэтому я, собственно, так и заморачиваюсь. В этом видео я вам расскажу о том, как я делаю свои раскраски. У меня их уже порядка шести штук, и седьмой я сейчас рисую на Хэллоуин. А в конце этого видео я разыграю несколько своих раскрасок. Поэтому досматривайте до конца. YouTube это любит. Если вы ещё не готовы для полноценной книги, то как раз-таки раскраски станут просто лучшим решением. Потому что, во-первых, не нужно много времени тратить на иллюстрацию. Во-вторых, это не так сложно, потому что в полноценной иллюстрации нужно как бы сочетать цвета, думать вообще, как это будет всё выглядеть в целом. В раскраске всё немножечко проще. Вам нужно выбрать тематику вашей раскраски. То есть, например, у меня здесь есть йога-бук. Я вам потом поближе покажу. Я уже как-то раз снимала видео про йога-бук-книгу, которую я нарисовала. А потом я просто взяла все иллюстрации, плюс там что-то переделала, склеила их и так далее. И в итоге вышла вот такая вот раскраска. Вот, ну, собственно, как вы могли догадаться, раскраска про йогу. Также у меня есть ещё одна. И вторая раскраска. Давайте я вам вот так вот буду показывать. Не знаю, видно будет или нет. На немецком Ein Fuchs namens Art. И на английском A Fuchs namens Art. В общем, про Лиса, название Art. Который был назван Art. Имя которого было Art. Собственно, почему было? Ну, сейчас даже сказка живёт. Да. После того, как вы выбрали, собственно, тематику вашей раскраски, это не одно и то же самое, что книга. Потому что, когда вы иллюстрируете книгу, вы иллюстрируете к словам. Здесь не то чтобы сложнее. Здесь проще с одной стороны, с другой стороны сложнее. Сложнее, собственно, потому что тут нет слов, не на что опираться, да. А проще, потому что это проще. Понимаете, о чём я, да? Да. Я надеюсь, понимаете. Ну и, собственно, когда вы уже сделали скетчи. Вообще, вы знаете, я делаю так. Я делаю один скетч и потом сразу же его просто фотографирую на свой фотоаппарат, на который я снимаю видео, Canon 1100D. Я фотографирую один раз, то есть два разворота на одной фотографии, а потом по половинке переворачиваю и фотографирую по половинке каждую иллюстрацию. Вот, когда я всё это отфотографировала, я перекидываю на Ком. Дальше с Компа я выбираю лучшие фотографии, которые мне подойдут для, собственно, моего холста. Затем я создаю файл. Вот, смотрите, такая вот раскраска. Это я создаю, значит, ширина 8,5 дюймов. Это дюймы, да, дюймы. 8,5 дюймов. Это 21,59 см. На 11, высота 11 дюймов. Вот, 300 DPI, или DPI, как я говорю, ну, в общем, вы поняли. И цветовое решение SMIC, естественно, так как потом мы будем это всё печатать. Вот, либо же я ещё делаю по-другому, и всех людей, которые меня там спрашивают, я тоже так учу. Ну, значит, для начала я создаю одну страницу, но это больше подходит для квадратных, но всё равно я создаю страницу 8,5 на 11, да, как я уже сказала. А потом я беру кропом, сначала переношу область, которую я зафиксировала на 8,5 и 11, я её переношу, а потом удлиняю просто по всей длине. Вот, и у меня получается две одинаковых половинки с разным цветовым решением. Затем я переношу уже на свой холст те фотографии, которые я сделала на свой фотоаппарат и залила на компьютер. Дальше я их подстраиваю под свой холст, естественно, чтобы оно было примерно всё ровно. Потом я делаю там, где слои, да, я остановлюсь на этот слой конкретно, где эти фотографии. Вот, и затем я уже делаю opacity на слои примерно, ну, может, 60-70, подстройте под себя. Я ищу кривыми, Ctrl-M. Когда вы нажимаете, да, вы вызываете кривую. Я ещё немножечко корректирую контраст, чтобы слегка он был более контрастный, чтобы я чётче видела линию карандаша. И под этим слоем я создаю новый слой, где я, я уже говорю о самом начале, 15-5 плоская кисть. Собственно, у меня планшет там очень хорошая чувствительность, да. Вот, и я начинаю рисовать раскраску. То есть, в принципе, всё несложно. Я не знаю, как рисовать раскраски в векторе, но я думаю, что там, в принципе, ничего сложного нет, да. Мне кажется, всё-таки в растре сложнее, потому что в растре ты должен сам контролировать свою руку, а в векторе ты вытягиваешь эти усики всякие там прямые, кривые. Ну, вот и всё. Я не знаю, мне кажется, видео получилось немножечко дольше, чем я планировал, но я наконец-то высказалась. Ребят, извините за то, что видео выходит редко, я просто реально очень занята. Я надеюсь, что в дальнейшем, когда мой грандиозный план с моей компанией получится, и всё будет круто, я буду снимать видео намного чаще, потому что, да. Итак, друзья, по поводу розыгрыша наших coloring books или раскрасок, напишите мне, пожалуйста, на почту. Почта сейчас будет здесь, заколиког357, собакодемейл.ком. Напишите мне, пожалуйста, какую вы бы хотели тему для видео. Потому что у меня реально иногда заканчивается фантазия, когда я вижу, что вы мне пишете, или пишете мне какие-то вообще приятности, или какие-то предложения о съёмке видео. Конечно же, меня это мотивирует в первую очередь, как для человека, который делает это, для своей хоть и небольшой, но очень тёплой, тёплой, тёплой и уютной аудитории. Ну и, собственно, если мне понравится ваше письмо, я обязательно сниму видео на эту тему, и обязательно отправлю вам одну из раскрасок, а, возможно, даже книгу, неизвестно, где бы вы ни находились. Спасибо всем за внимание и до новых встреч. Пока!